Всем привет! С вами Ольга и канал Место под Солнцем. Сегодня хочу вам показать, как я делаю перевалку компанулы. Я уже снимала ролик о том, как эти компанулы подросли. И я делала перевалочку из меньшей емкости. Сейчас я вам покажу, из какой. Вот из такой емкости я делала перевалочку. У меня вот такой вот горшочек кашпо керамическое. Здесь у меня сидели две компанулы. Вот жених, сейчас черенок сидит, и невеста махровая. И я вот из такой емкости, получается, сделала перевалку в больший объем. Выбрала я такой пластиковый горшочек, ну, в общем-то, временный. Я понимала, что он временный, потому что перевалка должна была состояться еще одна. Но на тот момент, когда я вот вытащила из этой емкости цветок, то, в принципе, корневая система полностью уже заполнила эту емкость. И когда я посадила, здесь, конечно, уже земельки было побольше, и к корешкам было куда расти. Сейчас я, честно говоря, не знаю. Это мой эксперимент. Вот насколько этот цветок уже полностью освоил вот этот объем. Сколько тут написано? 800 грамм. Ну, я думаю, где-то литровый, наверное, этот объем. Вот. Прошел месяц, даже больше. Сегодня 19 апреля. Я делала перевалочку сюда 18 марта. Да. То есть, есть одна девушка, которая занимается компанулами, и она рекомендует делать эту перевалку через месяц. То есть, пока еще растения не зацвели, вы видите, что бутоны, но уже тут вот, в общем-то, вот видно, что бутончиками собираются наливаться. Это у жениха, а вот у невесты так вообще. Все уже в бутонах, так что надо перевалочку сделать срочно, иначе я могу не успеть до цветения. Чтобы они еще больше разрослись, посмотрите, какие хорошие получились кусты после той перевалки. Сейчас я вытащу ложечку, что это махровая невеста. Теперь я уже про это помню. Вот. Получился такой чудесный куст. То есть, достаточно густой. Мне он уже нравится. Но, чтобы уже сделать все по рекомендациям, я хочу сделать еще одну перевалку. Тем более, что я купила красивые кашпо. Я вот взяла вот такие кашпо в магазине. Они очень удобные, потому что здесь нет отверстий. Это как подставочка. А здесь есть дренажные отверстия на ножках. У меня уже такие кашпо есть. Мне очень понравилось. То есть, вся ненужная жидкость получается, сливается через эти отверстия внутрь. И если растению нужно, оно само забирает уже из этой емкости влагу, пропуская через вот эти отверстия корешки. У меня так герань себя ведет. Я вам показывала в предыдущих роликах. Поэтому кашпо мне понравились. И я купила два таких одинаковых. Они достаточно большие смотрятся. Но на самом деле, вот эта внутренняя емкость, она не очень большая. И она как раз, я думаю, что по обхвату, смотрите, наверное, сантиметра на полтора шире, чем вот эти вот горшочки. Ну и в глубину тоже. В глубину, в глубину сейчас посмотрим. Ну, тоже не сильно много. То есть, там сантиметра два можно положить грунта. Вот. Так что сейчас я сделаю перевалочку и вам покажу, как все это будет происходить. Так. Ну, с кого бы тут начать? Сейчас ложечку тоже удалю. Наверное, начнем с мальчика. С жениха начнем. Вот. Сейчас я сделаю. Хочу посмотреть, какая корневая. Возможно, она еще не освоила весь объем. Как раз сейчас посмотрим. Так. Сейчас я сначала грунта положу сюда, чтобы уже подготовить уже кашпо. грунт я приготовила сама. Смешала садовую землю с агроперлитом. Вот видите, беленькие такие крапушки. И добавила древесные золы. У меня ее много. После зимы я пережигала дрова. Поэтому золы у меня в достатке. Думаю, достаточно. Сюда тоже столько же добавлю. Второй горшочек. Компанола себя прекрасно в этой земле чувствует. Она, как вы видите, растет и развивается. Так что я продолжу в такую же землю ее и сажать. Вообще, надо сказать, что эти растения очень хорошо пьют водичку. Я им частенько подливаю. Они это очень хорошо осваивают и растут. У нас очень мало солнца, к сожалению. Такая весна какая-то пасмурная. И им солнышка не хватает. Может быть, поэтому листочки некоторые вот здесь вот пожелтели. А может, какой-то подкормочки не хватает. Я подкармливала удобрениями органическими. Наверное, маловато. Так, сейчас попробую сейчас попробую ее вытащить. Хорошо, что мягкая емкость. Ее легко обминать, чтобы достать растение. Так, сюда я перлит насыпала. Смотрите-ка, сколько корней. Ну, чудесно. А, у меня здесь еще и керамзит. Я уже даже забыла, что я сюда насыпала. Так, иди сюда, красотка. Смотрите. Ну, корней достаточно много. Они вот внизу в большом количестве. Здесь, конечно, по бокам еще их не очень много. Они не заполнили полностью всю землю. Ну, я считаю, хорошо они наросли. Так что, сейчас еще одну перевалочку сделаю. Может быть, ну, здесь вот маловато корешков. Конечно, они в основном все вниз пошли. Вот сюда вот, перлит. Ну, хорошо. Значит, так ему, и мы оставлю этот перлит, керамзит. Так, это сюда. Ну, вот, видите, земли, в принципе, по бокам будет положено совсем немножко, потому что горшок не сильно больше по диаметру. Ну, отлично. Значит, я угадала. Поравнее немножечко. Вообще, конечно, этот отросточек у меня появился, ну, наверное, год назад, может, даже меньше. И он был совсем маленьким, буквально вот таким маленьким-маленьким растением. А сейчас посмотрите, какой огромный красавец. И он уже дал деток. Вот это же его, его уже поросль получается. Так что, с компанулами мне удалось подружиться. Я очень рада. Поэтому показываю вам, как с ними обращаться. Желтый листочек уберу. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Хотя эта пересадка, она, конечно, отложит цветение немножечко, потому что сейчас цветок опять начнет осваивать новое пространство. В этом-то и смысл. Когда он наращивает корешки, у него больше идет зеленая масса, и он больше кустится. А так бы он уже сейчас вытянулся и пошел в цветение чисто в длинные ветви. Поэтому способ мне очень понравился. Когда зацветут цветочки, я вам тоже покажу, как они уже цветут. Я думаю, что они будут такой богатой шапочкой цвести, а не просто длинными побегами, как у меня. В прошлом году жених свел. Это было тоже красиво, но как-то так жиденько. А сейчас это будет, конечно, грандиозно. С такими кустами. И еще с такими красивыми кашпо. Мне аж самое нравится. Ну, все, я считаю. Все. Место тоже на своем месте. Вот так вот. И жених вот так вот. Прекрасно. Теперь пусть только солнышко выходит, чтобы оно его активизировало процесс роста. Спасибо, что были со мной. С вами была Ольга и канал Место под Солнцем.